Южно-русская овчарка Легенды и мифы происхождения породы Как это часто бывает, история породы окутана тайными и легендами. Споры о подлинном происхождении и развитии южно-русской овчарки не утихают и сегодня. По мнению кинолога Мазалова, южно-русская овчарка выведена из древних пастушеских собак и имеет связь со многими европейскими породами этого типа. Прародители европейских пастушьих собак появились вместе с кочевниками во время переселения народов. Но есть и другая версия. Южно-русская овчарка получена путем селекции из европейских овчарок. Так есть теория о применении длинношерстных немецких овчарок. Еще указывается на возможность завоза каталонских овчарок вместе с тонкоронными овцами из Испании. Таким образом, любую из теорий нельзя полностью подтвердить или опровергнуть. С одной стороны, мы имеем собак несколько другого экстерьера, чем иностранные овчарки. Но и в более ранние времена собак с такой внешностью на территории Юга России не встречалось. А как вы думаете, какая версия происхождения южно-русских овчарок правильная? Напишите об этом в комментариях. В настоящее время это очень редкая порода. Есть небольшое количество клубов и питомников в России, Украине и Литве. Численность сильно сократилась из-за войн и преобразования сельского хозяйства. Немного про внешний вид овчарки. Достаточно крупный тип собак с мощным, но не массивным костяком и с развитой мышечной массой, способствующей маневренности в движениях. Рост кобелей должен быть не ниже 65 сантиметров, а усуг нижний предел достигает 62 сантиметров. Среди экспертов бытует мнение, что чем выше представители этой породы, тем лучше. Притом рост должен гармонично смотреться по отношению к телосложению. Характерной особенностью породы южно-русская овчарка является наличие густой длинной сваливающейся шерсти и удлиненных волос на морде. В старину собак с такой шерстью называли прудастыми. Белый окрас шерсти превалирует над остальными. О воспитании и применении породы. Южно-русская овчарка довольно смышленая, слегка самоуверенная и подозрительная. Большинству собак этой породы свойственна агрессия, которую в них специально культивировали. Агрессивность и подозрительность делают из русской овчарки отличного пастуха и защитника. При восстановлении породы проводили опыты по применению южака для караульной службы. Порода оказалась очень удачной для такой работы. Чтобы избежать проблем, нужно с раннего возраста заниматься воспитанием южно-русской овчарки. Дрессировка позволяет обуздать агрессию. Но как бы не хотелось, получить домашнюю собаку из нее невозможно. Для овчарки нужен простор. В квартире ей тесно, и вам придется проводить на прогулке больше времени, чем дома. Не забывайте об уходе. Важно регулярно вычесывать собаку. Отмершая шерсть, равинки и другой мусор быстро образуют колтуны на шерсти. Но не стоит мыть овчарку, так вы смоете жировой слой шерсти, и она потеряет защиту. Прежде чем купить щенка, сто раз подумайте, сможете ли вы стать для него превосходным хозяином. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok